Празднование этого дня В их слезах мы не доверяли своей матери, чтобы в любом случае ощутить ласковое прикосновение ее руки. Вот и к ней святыня земли Амурской Албазинской Божьей Матери приходит с детским доверием, называя «наша матушка». Конечно, покровительницей, заступницей является Божья Матерь в любом своем образе, но дерзновенно говорим мы «наша» этому. Сегодня 22 марта ее день. Ей приносят прекрасные цветы. К ней приложиться выстраиваются в очередь и маленькие, и взрослые прихожане. Идет торжественная литургия в Кафедральном соборе имени Благовещенной Пресвятой Богородицы. Возглавил ее в произвещении Шелукьян, епископ Благовещенский и Тентинский. Мне кажется, нет сегодня верующего православного амурчанина, который бы с любовью, с особым благовением не вспоминал бы чудотворный образ Пресвятой Богородицы Албазинской, слово «плудь бысть». Не вспоминал бы то множество чудес и благодатной помощи Царицы Небесной, которые она проявила на нашей амурской земле. Сегодня не только праздник Святой Иконы Чудотворной, сегодня праздник города, праздник нашей амурской земли. Потому что очень трудно представить себе нынешний Благовещенск, Амурскую область без нашей реликвии, без нашей святыни. Которая не одну сотню лет вдохновляла первых поселенцев и до сегодняшнего дня верных сынов и дочерей амурской земли, Вдохновляет на добрые дела, на подвиги, на то, чтобы жизнь на этой земле была лучше, а люди в сердце и в уме своем имели Бога, были нравственны и достойны веры своих отцов и дедов. Они были достойны той пролитой крови и пота на нашей земле. Образ Албазинской Божьей Матери – святыня не только земли амурской, но и всего Дальнего Востока и в целом достояние всей православной России. Свидетели ее паломнических поездок по большим шумным городам или тихим глубинкам знают, с каким сердечным теплом встречают и провожают ее люди. Ее таинственный, потемневший от веков лик одновременно и строгий, и любящий, словно напоминающий нам о всех принесенных пред ней молитвах, в том числе и о нас, и о наших детях. И вот сегодня мы являемся тем будущим, ради которых проливали кровь и обливали потом нашу землю. У этой иконы молились и верили наши отцы и деды. И вот настало это прекрасное будущее, которому так не терпится перевернуть всю историю и не вспоминать прошлое, потому что оно не вписывается сегодня в легкость и потребительство нашей жизни. Это было в прошлом, многие сказали. Но кто будет отвечать за сегодняшний и за завтрашний день? Что будет вдохновлять тех сынов и дочерей, внуков, правнуков на сегодняшний и завтрашний день? Кто об этом думает? Очень многим хочется, чтобы святого православия вообще не было у нас на Руси. Столько безумных есть в предложении о том, что надо убрать, уничтожить, устарело, не нужно. Давайте стремиться к новому, более цивилизованному. Но будет ли стоять общество без истории, без прошлого? И что оно может построить? Разрушить старое? Прошлое – это легко. А построить новое – легко только на словах. Где брать вдохновение? Где брать силы, добрые, светлые впечатления для того, чтобы жить и идти вперед? Будничный день, а храм полон народа. Потому что на праздник съехались настоятели всех приходов области, а с ними – верные прихожане, паломники. Еще в 1868 году доставил в Благовещенск эту святыню управляющей Камчатской епархией Пресвященный Вениамин Боков. А его преемник, епископ Гури, установил ежегодное празднование Албазинской иконы 22 марта, как и еженедельный Малий Пенхей, который ныне проводится в Кафедральном соборе по благословению Пресвященнейшего Лукьяна, епископа Благовещенского и Тынденского, каждую пятницу в 7 часов утра. К празднику Албазинской иконы готовятся многие, чтобы причаститься в святых христовых тайн, причастить детей. А после Таинства Евхаристии обязательно крестный ход вокруг храма. Вы, Владычинца Пречистая, Царицей Матерь Божия, радуйся небесно и небесная, Святая Дева Чистая, груно-росло, приявшее радуйся небесно и небесная, Небес светлейших, высшая самих лучей, светлейшая радость небесная и небесная. Икону Албазинской Божьей Матери называют также слово «плоть бысть», и особой ее помощи просят женщины во время чревоношения и всегда, и во всех жизненных ситуациях благодатного ее заступничества. Ведь чудотворные иконы Твоей преподавающие предстоящие отцы наших, молише тя, да и лишь и покров Твоей заступление в стране при области. Молимся мы и о том, чтобы землю нашу, владычица, от иноплеменных нашествий избавила, и нас, верующих, в единомыслии утвердила, и отступивших от православной веры вразумела и соединила, и чтобы покровом и заступлением святым была для всех к ней притекающих. Благодарим за понимание, постоянную финансовую поддержку и организацию видеосъемок нашей программы «Благовещенскую епархию», Гавриила Архангельский мужской монастырь, Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok